Растен Ворлд 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 Я нахожусь рядом с центральным РТ и малым РТ, и вот здесь вот река заканчивается, я смотрю, и это плохо. Нам надо выбрать место у этой реки, чтобы мы могли реально выживать. То есть нам что требуется для выживания? Это теперь вода и еда. Вода, попробуем ее отсюда попить. Давайте попробуем попить. Ты пьешь вообще, нет? Пьет. Блюет? Нет. Все в порядке, хорошая вода. Значит, прошло обновление, и, как бы, получается, нам добавили опреснитель и женскую одежду. Женскую одежду я пока скрафтить не могу. Вот это все я надобывал, я бежал аж с самого аэропорта. То есть все эти вещи я нашел на аэропорту. И это довольно-таки круто, потому что я нашел две маски крутых. Это вообще топчик. По поводу моего компьютера. Сейчас я вам расскажу, это для тех еще пригодится, кто обновляет свои компьютеры и так далее. Кто-то об этом знает, кто-то не знает, поэтому я поделюсь. Так, но попутно мы с вами будем, значит, заниматься добыванием всяких вещей. Так, давай-ка топор выкинем нахер. О, спальник. Отлично. Будем добывать ресурсы и смотреть себе местечко под домом. Я хочу сделать что-то... Вот было у нас, значит, здесь универсальный дом. Я строил, то есть там, где огород внутри. Что еще у нас была? Печка и колодец. Да. Что-то попробуем замутить наподобие. Но иных, скажем так, форм. Не знаю, почему после обновы у меня черная трава появилась. То есть на свету как бы все нормально. Я с тенями этими игрался. Но вот такая вот черная, видите? И с тенями игрался. Но все равно этот бак как-то не проходит. Тени такие черные, прям смолистые получается, что они перекрашивают полностью эту траву. Вот. Это очень печально. Так, давай смотреть. Я вижу уже... Ага, домик тут небольшой. Так, я хочу, получается, построить дом, который будет... О, вот как тот. Переходить через речку. Чтобы у нас внутри была и рыбалка, и так далее. А что у нас, что-то я говорю, стримите. Мы там стримили рыбу, это ловили. А вот, во. Не помню, что надо на эту рыбалку. Значит, добавили опреснитель, который ставится на костер, женскую одежду и что-то еще. А, добавили то, что звук теперь рыбы будет более крутой такой, именно пойманной рыбы. Вот. Это круто. Послушаем как раз. У меня с собой есть еда. И попробуем поймать рыбку. Так, все у нас. Survival Fish Trap почти готов. Сейчас мы с вами его установим. По сути, я вот так подумал, что такое Survival. Что такое Survival на моем канале? Какое вообще понятие это дается? По идее, Survival это жизнь обычных игроков, которая показывается, грубо говоря, от и до, да? Но при этом, смотрите, видите, не устанавливается слишком глубоко. Надо найти там, где будет... Подожди, а у нас здесь... Океан? Недалеко. И мелководье указано. Не, ну давайте попробуем на речке замутить. Это показывается жизнь игрока, где он потеет. Просто у него творится жопа боль. Где он строит свой дом, улучшает его по-всякому. Так, вот, видишь, где ставится? Нет, это меня не устраивает. Так, давайте-ка, наверное, отключим чат. Потому что он не нужен, а он все равно жрет FPS. Здесь же ТПшек нету, поэтому что, нахер мне этот чат? А это что такое? Видите, какие-то ресурсы стали. Какого-то цвета такого непонятного, неестественного. Я бы даже так сказал. Ну так вот, где показывается развитие обычных игроков, добывание ресурсов, обустраивание дома и так далее. Плюс, вот еще здесь, наверное, поставится то, как он пытается выжить, когда на него нападают игроки. И плюс, он пытается выжить, когда он нападает на игроков. Дальше, что еще? Соответственно, рейды. То есть, сурвайвл это много-много-много чего, что можно именно снимать. Вот я и подумал, а почему я этого не делаю, если я снимаю сурвайвл? У меня какая была политика до этого? Я вот так вот лутаю, да? И потом просто все это дело вырезаю. Понятно, нет, то, что лутание можно вырезать, это нудно все и так далее, это все понятно. Но я очень мало показывал нашу жизнь на сервере. Вот. И надо как-то попробовать это исправить. Может быть, это станет еще интереснее. Так, нет, слушай, у нас не получается здесь с этими ловушками. То есть, если их поставить, то очень мало их поставится. Давай попробуем добежать до океана, до мелководья. А подожди-ка, неплохое мелководье у нас находится вот здесь. Я думаю, там будет идеально просто построить дом. Я с таким лутом на самом деле бегаю, а у меня даже лука нет. Чем я собираюсь обороняться? Хрен его знает. Итак, значит, что у меня было с моим компьютером? Я купил себе вот процессор, да, новый материнку и оперативную память на 32 гига. Оказывается, они очень как пригодились мне в рендере. Вот ты посмотри, одно сплошное черное поле. Вот как это понять? Это именно после обновы вышла такая штука. У меня, значит, отображалось всего два ядра через программу MSI-центр. То есть, работало два ядра именно из шести. Это было очень плохо, соответственно, и очень печально. Я пошел в сервисный центр, сказал, так и так, что за хне? Я влил 72 тысячи на три детали и ожидал, что у меня будет все круто. Оказалось еще хуже, чем мой компьютер до этого. Те, кто там постоянно спрашивал, а что у тебя за видеокарта, почему ты там ее не выставил, ничего я не менял, кроме процессора, материнки и оперативной памяти. Все остальное осталось у меня старое. Это 970-я видеокарта. Значит, пришел я туда и говорю, что за херня творится? Ну, они, давай смотреть. Во-первых, значит, Windows 7, да, это уже не то. Если у тебя компьютер шестиядерный и хотя бы там, ну, шестиядерный и DDR4, то есть новое поколение, скажем так, процессоров и так далее, материнских плат точнее. Вот. И у меня вызывало все это дело, во-первых, перегрев, вот, а во-вторых, семерка не понимала этих шестиядер. Перегрев для моего процессора, я вот так по памяти уже не помню, я помню, что А7, да, точную модель я вам не скажу, это все смотрите у меня в описании канала и так далее. 67 градусов для него уже плохо, то есть он начинает тупить. Перегреваться для него это, считай, критично. Вот. Но критичная температура у него 85 градусов, то есть если до 85 у меня поднялось, да, то все, процессор умер. Сгорел, херам, на работе, как у нас любят выражаться, Оливер. Так, все отлично, это выбросилось. У меня температура поднималась до 75. Следовательно, мой вентилятор башни, который я выставлял, ага, понял, это тени там мерцают, выставлял у себя в группе, да, его не хватало. Мне установили новый вентилятор. Такую же башню, только она размером с пол моей материнки. Вот эту вот башню тоже потом выставлю в группе у себя, посмотрите. Что из себя, что-то у меня голос пропадает, это что из себя представляет данный вентилятор. Он представляет из себя два вентилятора, которые идут как вентилятор, радиаторная большая решетка, которая сделана из никеля и меди, то, что именно тепло быстро выветривает из себя теплопроводящие материалы. Дальше идет опять вентилятор и опять идет радиатор. Температура при расти у меня стала подниматься до 50 градусов, а было 75. Поэтому делайте выводы. То есть, чем лучше охлаждение такое вот, тем круче работает процессор. Чем холоднее, скажем так, тем круче он работает. Он просто не испытывает никакого дискомфорта. Что-то я камень накинулся прямо на камень. Так, все вижу, все лутаю. А нам надо идти до мелководия. Но ничего страшного, сейчас ходим. По поводу семеры. Семеру мне обновили до десятки. И о Эврика, как только у меня установилась десятка, сразу все заработало. Все ядра, рендер пошел быстро. То есть, все стало просто супер, просто найс. Мне говорили, что они там лазили на форумах. Ну, вот эти специалисты, которые занимались моим компьютером. Вот. И типа, семера тупо не отображает этих шесть ядер, да. Но все работает исправно. Оказалось, что хрен там был. То есть, семера реально может распознать четыре ядра. Вот. Но не больше. И она использовала у меня только два. По какой причине, неизвестно. Даже специалистам по какой причине, неизвестно, такая херня вышла. Так. А вот и наши мелководья. Ну и что? Это же мелководья. Алло, блядь. Рыбалка, ты че? Подожди-ка, а что такое? А, то есть, тебе еще и выбирать надо, где поглубже, где поменьше, да? Ну, смотри, здесь вроде площадь такая. Более-менее. Блин, ну это смотри, как плохо. А че не везде-то ставится? Угу. Хорошо. Тогда мы сделаем как? Так, во-первых, нам надо сделать... Ага, спальник положить. Назовем его мелководье. Или около. Лучше около назовем, что мы типа около дома. Так, положим его вот здесь. Называем. Да, отлично я назвал. Око, короче, назовем. Давай, значит, сделаем building plan. Жалко, кстати говоря, что он не дропнулся мне там. О, смотри, уже какая-то башня стоит крутая. Посмотри, они заменили текстуру этих скал. Че за херня? Зачем это делать? Они какие-то стали... Это на графике, ну, пятерка или четерка у меня стоит. И как-то текстурки какие-то вообще мыльные получаются. Вот, короче, вот так вот я с вами поделился. То есть десятку надо ставить, если у вас хороший, мощный компьютер. Семерка вам все загубит. Вот, вот так вот скажу, загубит, хотел сказать, загубит. Так, давай делать building plan. Вот такие вот пироги. Слава богу, все это исправили. И у меня, видите, я даже стрим не мог нормально запустить на процессоре, потому что у меня начинало, скажем, у меня отображалось 100 FPS, да, и опускалось резко до 20, когда я начинал стрим на своем процессоре. Это было очень печально. Я был прям в панике, можно сказать. Я не знал, что мне делать. Почему так? Так, то есть я сделал себе хороший компьютер, а он нихера не работает. Где справедливость? Хрен его знает. Так, у нас вот эта вот местность будет. Мы сейчас вот это дело все фундаментами огородим. Да, вот где-то начиная отсюда. Так, building plan готов. Давай пробовать строить. Так. Вот так. И погнали. Здесь у нас устанавливается? Да, все еще устанавливается. А дальше тоже устанавливается. Отлично. Оп. Так, граната мне не нужна сейчас. Так, ну в принципе, я думаю, этого будет нам достаточно. Нагораживаем все это дело. Слушай, неплохая получится территория для рыбалки-то, да? Тут еще и воду можно набирать будет. Ну, кстати говоря, зачем добавили опреснитель? Не понимаю, если что-то вода везде... А, вода в океане, наверное, соленая. Ее там надо опреснять. Так. Все. Готово. Давай установим первую нашу сеть. Эту. Ну, давай поближе. Смотри. А мы ее прям багать можем. Какие мы плохие. Так. И давай туда положим жратвы. И послушаем новые звуки ловли этой рыбы. Так. Дальше нам нужна океаночка. Давай ее делать. Так что, ребят, я, так сказать, отстрелялся. И, наконец-то, теперь счастлив. Сейчас у меня вот на такой графе показывают 70 FPS. Это при записи. То есть, сами понимаете, запись нагружает твой компьютер. И это очень хороший показатель. Не знаю, как себя это все будет вести на такой графике во время PvP и так далее. Но, возможно, придется, да, мне подскинуть графику, чтобы нормально тащить. Потому что, сами понимаете, про лага хрен чего затащишь. Почему мне пишут, что мне очень жарко? Так, кияночка готова. И погнали. Здесь еще надо будет шкаф установить обязательно. Так, а камушка у меня что-то... Да, что-то я переборщил. Та уже рыбалку в камень делать. Ну да ладно. Так, это в дерево запилим. А вот у нас... А нет, я думаю, закончилось дерево. А вот оно и закончилось, да. Значит, мне бы еще ящик какой-нибудь, да. Короче, пойду-ка я добывать дерево. Да, буду много дерева, превращу тут все в дерево. Что-то я с камнем вообще переборщил. Так, как раз здесь пальм очень много. И они будут все мои. Так, я крафчу сейчас 20 стрел. Подлутал дерево. У меня, оказывается, 2500 все равно было дерево. Что-то у меня, видать, багнуло. И я не смог тогда заградить. Ну ничего, дерево лишним не бывает. Сейчас пойдем, короче, надо мишку этого забрать, которого мы увидели. С него жирка достать. Тем более здесь мелководья, по идее, должны быстро до него добраться. Я, честно говоря, что-то посмотрю на эту башню. И как-то мне хочется ее забрать. Я думаю, это будет эпично посмотреть, что там за лут вводится. Так, мишка, давай-ка к нам. Хоп. Да, мишка у нас ходит по определенной траектории, где его надо подловить. Нет, траектория у нас не работает. Хоп. Есть. Иди сюда. Отлично. Съешь меня, я весь твой. Мишка. Блин, так круто, когда он так встает, как будто он на охрану встает. Вот было здорово, когда мы играли на растене. Я не помню, второй, что ли, растен, где можно было приручать животных, но медведя нельзя было приручать. Ну вот, ты представляешь, медведя приручить. Вот это скилл уха плюс сто. Он как нападет, его еще убей. Попробуй, там с собой мы Томпсона, он не убивается. С клаша только убивается быстро. Так, мишка, все, ты наш. Иди сюда. Так, все, болтал его. Пойдем теперь дальше догрейживать наш фундамент. О, рыба поймалась. Ну? А звук? Ну, слушай, нет. А что такое-то, я не понимаю, почему я не могу загрызить? Ё-моё, вот в чем пагубно то, что ты забагал ловушку. Из-за ловушки я не могу ничего сделать. Так, хорошо, мы поймали двух мальков. Ну, на самом деле, это очень плохо. Давайте это дело разобьем. И только тогда мы сможем загрызить наш фундамент. И что-то у меня... Блин. А вот, меч есть. Мечом-то, наверное, нормально рубится. О, другой разговор. А я и думаю, что-то я не мог загрызить, видишь? Теперь все в порядке. Так, теперь нам надо установить здесь стены. И мы будем дом тогда, получается, строить вот здесь. То есть, пристакаем его, так сказать. Так, у меня закончилось дерево. Есть, конечно, камень, но камень пока что я не хочу тратить. Сейчас у нас пойдет, когда топливо в крафт. Надо будет печечку сварганить, чтобы мы могли сделать железные себе инструменты. Тогда у нас процесс пойдет намного лучше. И можно будет заниматься основным домом. Кстати говоря, неплохая идея. Конечно, это будет очень палевно. Но здесь у кого-то установлена уже печка большая. Поэтому давай-ка ее загрузим и попробуем ее использовать в наших целях. Блин, конечно, у меня столько лута, что спалюсь. Вон, смотри, кто-то бежал. Вот ненавижу таких дурачков, которые вот так вот делают. Ты посмотри, вот он бежал и просто засирал сервак. Просто даун какой-то. Это бред, блядь. На колу такого сажать. Нахер. Так, все, наша печечка заработала. Но знаешь, в чем у нас большая проблема? Большая проблема в том, что сейчас наступает ночь. Эту печку будет видно, ого-го, как. Именно из-за ее огня, а не дыма. Поэтому, что мне надо сделать? Мне надо встать где-то здесь в районе кустов и следить за этой печкой, пока она нам жарит. Хотя я должен при этом еще и как-то лутать. Смотри, вон тарелки видно отсюда. Там у нас РТ, там тарелки. Смотри, вообще круто получается. И я думаю, да, ребят, у нас будет основная цель. Вот эта вот башня. Что-то как-то хочется ее зарейдить. Но вот тем более, если сейчас утро, да, сейчас народ начнет заходить. С этой башни по-любому в нашу сторону будет лупить какой-нибудь болточник. Вот, это будет очень печально. Это сагрит. И в конце концов мы будем ее пытаться, наверное, нарейдить. Да, конечно, вот на такой хорошей графике раз смотрится шикарно. Такая атмосфера. Что-то, посмотри, луна поднимается, печка горит. Закат. Смотри, вообще здорово. Блин, теперь я понимаю тех, у кого хорошие топовые компьютеры, как они играют и при этом еще и получают удовольствие от общего вида игры. Так, я думаю, надо все-таки погасить печку, потому что это довольно-таки опасно. Я поставил шкаф на крафт, кодовый замок. Наверное, мне сейчас хватит на железную дверь. Да, и все у нас, в принципе, хорошо. Так, ну все, остается только нафармить дерево много. Итак, я профармил всю игровую ночь. Начинается рассвет и у меня получилось 8 тысяч, ну почти 9 тысяч дерева. Вот видите, в соло выживать это очень и очень сложно, потому что тебе приходится делать все самому. Поэтому я очень понимаю игроков, которые играют без своей команды. То есть, чисто как одинокие волки, назовем их так. Но зато это как-то дает тебе постоянный адреналин. Постоянно смотришь по сторонам, думаешь, вот, может тебя кто-то подловить и так далее. Поэтому нужно быть на чеку. Так, давай-ка посмотрим, где наша железная дверь. Вот она. Давай-ка ее на крафт поставим. Как раз у нас 55 еще хватило. Ой, что-то я замерзаю. И, как выяснили мы на стриме, то, что рыба у нас еще ловится на грибы. И это очень-очень круто, потому что грибы у нас здесь как раз растут. Сами понимаете, мясо довольно-таки калорийное. То есть, его лучше кушать, чем те самые грибы. Те же самые, хотел сказать, грибы. Так, значит, мы все загрязли. Теперь нам нужно установить шкаф. Давай его установим вот здесь, с этой стороны. Потому что с той стороны у нас будет идти основной дом. Значит, а где у нас разделение фундамента? Так, вот я его вижу. Ну, давай вот здесь поставим его. Как-то так. Отлично, авторизация. Теперь устанавливаем двери. Без разницы, в какую сторону. Да, ну, пускай так будет, хорошо. И устанавливаем кодовый замок. А где он у меня? Я его не вижу почему-то. А вот не вижу его, представляешь? Отлично. Он, походу, у меня выпал. Да, он у меня выпал. Замечательно. Пойду крафтить новый. Нам надо печку снова заряжать. Так, печку я зарядил. Вот здесь вот я фармил. Где-то, возможно, он здесь валяется. Вот он, кодовый замок. Отлично. Ну, пускай она с печкой жарит. Металл нам пригодится. Сейчас рассвет. Поэтому, как бы, полета поменьше. Теперь, конечно, по дыму могут спалить. Но, что поделать? Так. Блин, как хорошо, что я тебя нашел кодовый замок. Отлично, готово. Теперь мы должны устанавливать вот здесь вот стены. Чтобы мы смогли полностью закрыть потолок. Так как стейбла, если мы поведем потолок просто от стен, стейбла нам ни хрена не хватит. Поэтому придется вот так вот делать. А потом эти стены все разрушим. Так, давай-ка еще вот здесь, наверное. Ну, ладно. Нет, подожди. Вот это я зря сделал. Причем очень зря. Нам нужен вход туда. Вот так снесем его. Вот, все. Вот теперь у нас все отлично. И начинаем закрывать. Готово. Все. Мы полностью замуровались. Теперь все это дело надо апгрейдить. Конечно, желательно-то это все в камень грейдить. Но пока что у нас нет такой возможности. И будем грейдить в дерево. Слушай-ка, замечательно. У нас хватило дерево на то, чтобы полностью все загрейдить. Теперь мы все вот это дело выносим. Готово. И устанавливаем. Вот я на крафт поставил ящик. Потому что бегать с полным лутом что-то мне совсем не найс. Вертолет летит. Отлично. Как нам его не хватало. Так, ну и скидываем абсолютно весь лут, какой у нас есть. Сюда. И потом затестим с вами, что с этим опреснителем творится. Так, стрелы мне, пожалуйста, верни где-то штук. Наверное, 16. Вот. И пойду я фармить, ребят. Пойду я фармить. И, конечно же, запись отключу. Нашел чей-то спальник. Пожалуй, надо бы его убрать, потому что он как раз недалеко от нашего дома. Вдруг тут кто-чего заресается и нашу печечку облутает. Что-то не особо этого хочется. Так, и решила все-таки камушка еще облутать. Потому что здесь стоит два железных. А железо нам пригодится. По крайней мере, некоторые вещи мы сможем грядить в железо. Пока наша печка, так сказать, функционирует. А, к нам приближается вертолет. Это не есть хорошо. Давай попробуем лук. Я уберу. Так, оружие из рук уберу. И посмотрим, что с нами будет. Убьет он нас или нет. Спальник у нас здесь лежит. Так, вот он уже. Все, на РТ. Сейчас мы его должны увидеть. Блин, мне бы просто лутать ресурсы, пока он улетает. А то пережидать, пока он улетит, это займет очень много времени. Нет, слушай, он, по-моему, прямо на ДРТ там. Ну да. У него малый круг. Ну и хер на него тогда. Так, что мы имеем? Мы имеем, значит, 5000 дерева и 2500 камней. Надо это все нести к своему дому, потому что я уже проголодался. И, кстати говоря, было бы круто, если бы разработчики все-таки сделали так, как было в старом Расте. Когда ты что-то делаешь, бьешь, добываешь и так далее, у тебя отнималось определенное количество еды именно за удар. Тогда было еще жестче и хардкорнее. Не как сейчас, что-то просто. Хотя, смотри, у меня было 50 еды, уже 34 еды. То есть, тоже падает довольно-таки быстро. Поэтому мне надо домой вернуться и покушать. А то я совсем уже с голода-то помру. У нас как раз тут есть курятина. Вообще ни хера не дает. Вот. Вот этот порк нам дает нормально всего. Так, ну что, я предлагаю строить уже наш дом основной, раз мы ресурсов-то добыли. Че нам? А, слушай-ка, давай-ка добежим по-быренькому до печки, посмотрим, как у нас там дела обстоят. Я думаю, уже очень много всего там нажарилось, так как я пока все это время фармил, а она все это время жарила. Давай, печка, удиви нас. Оп. Блин, еще здорово помогает то, что ресурсы просто на земле валяются. Так, и того у нас тут, считай, тысяча. Очень неплохо. Пускай дожаривают на 114 и все круто. Почти тысяча железа. Вот эта печка вообще. А я ее заметил что-то даже не сразу. Это нам еще подфартило, что она тут есть. А то бы в мелких печках мы заколебались просто жарить этот металл. Тем более у меня хватает на две, по-моему, печки. Так, давай-ка закинем по-быстренькому в ящик. Так. Хоп. И у нас 1100 металла имеется. Очень даже неплохо. Так, теперь у нас получается два в одном. И колодец есть, и место для рыбалки. Нам остается сделать только огород. Да. И место для... Так, домик. Наш домик. Наш домик. Блин. Как бы здесь сообразить? Понятное дело, квадрат. Квадрат это уже накипевшее такое дело. Я хотел вообще построить здесь на данном Сурвайвале опять ракету. Но, видите, не получается у нас. Ну, и в чем проблема? Так. А что если... Ну, давай ты уже стакайся. В чем эти проблемы-то, дружище? Так, оп. И оп. А что если сделать? Смотри, да. Типа, вот такие вот башенки-пристройки. Я думаю, это будет круто. Почему нет? Так. Ну, только вот что-то вот как-то он стакается. Вагнута. Что за херня? Вот. Все. Готово. И здесь мы сделаем реальные башни, да. И с помощью штурмовых лестниц будет у нас подъем в эти башенки. Так. Дальше. Что у нас связано с главным входом? Конечно же, надо сделать нам ловушку. Правильно? Так. Ну, вот. Как-то так, наверное, да. Устанавливаем здесь окна. Центральный вход. Опять вход. И все. Остальное дело полностью застраиваем. Так. Здесь у нас тоже будет вход в эту башню. Слушай, а получается что-то крутое. Такого я еще точно не делал. Такое дело. Такое дело. Такое дело.